Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня Луна и Ди, понедельник, мы будем говорить о Луне. У нас 14 занятие. Что мы будем говорить? Что Луна – это жизнь, жизнь в астральном мире. Когда наш Отец Солнце находится на другой стороне нашей Матушки Земли, и там люди бодрствуют, и в них день, у нас тогда царствует Луна. И в одном лунном месяце 28 дней земных, у неё 4 фазы, иногда бывает месяц, растущий, потом полнолуние, потом опять убывающий. И все эти фазы, все эти движения Луны, они, естественно, энергетически очень с нами связаны, потому что у каждого человека есть астральное тело. Что такое ночь? Что мы там делаем? Что такое сон? Об этом мы будем говорить сегодня. Давайте мы вспомним, что такое, что нам даёт бабушка Луна. У нас уже было два занятия о Луне, и там мы достаточно подробно всё это разбирали. С точки зрения взаимодействия энергий, невидимого тонкоматериального мира астрального, он, естественно, тоже делится на различные фазы, есть низший, есть высший аспект. Так вот, Луна – это самая нежная, чувствительная и эмоциональная планета, энергию, которую она нам даёт. И когда любой астролог смотрит карту натальную человека или транзит и синастрию, обычно женщин смотрят по Венере и Луне. Луна в каком знаке находится, так мы можем предполагать, какие энергии иерархия зодиака дала той или иной женщине и какой женой она будет. Когда смотрится натальная карта мужчины, смотрится обычно Солнце, Я, Есмь, как человек проявлен в этом мире, и Марс, потому что Марс – это планета действий, которая нам дала кровь, и, к сожалению, по Марсу мы эту кровь и проливаем на Матушку нашу Землю, и также железо – стронг, так? Действия. Мы живём и чувствуем всеми фибрами нашей души. В мужском воплощении находится она или в женском – неважно. Если у мужчины, например, Луна, когда он родился, Луна была в водолее, то каждый раз, когда Луна приходит в это, работает под этим созвездием и передаёт нам эти энергии землянам, этот мужчина может быть именно дома, именно вечером, когда уже царствует у бабушки Луна, может быть очень сильно сентиментальным или безмерно разговорчивым, потому что лунные водолеи, мужчина это или женщина, тоже очень любят поговорить и злить свою душу, открыть свою душу, энергии душевного тепла и слезливых эмоций, да, о чём я вам и говорю. Луной мы любим и создаём семьи, об этом я вам тоже сказала, чувства. И у человека, по сути, 10 планет, да, 10 энергий, которые явлены, проявлены в каждом человеке. И вот именно по Луне мы чувствуем. Если говорить, что тело человека – это дом нашей монады, нашей индивидуальности, низшее наше я-эго, астральные тела – это, соответственно, тела. С одной стороны низшие, с другой стороны астральные. И что мы должны сделать? Мы сегодня будем говорить об астральном мире, о том, что люди, когда спят, где они находятся, и почему кому-то не спится, и вообще сон, да, как говорится, быть или не быть, спать или не спать. Вот в чём вопрос. Конечно же, спать, но как спать? Мы на наших занятиях Мудро 21 говорим именно о том, как наилучшим образом, по высшему аспекту жить. Получая знания, мы можем их понять, принять и действовать, потому что просто знать – это теория. Мы все те знания, которые получаем, они становятся активными только в том случае, если мы их активизируем. Итак, соответственно, Луна нам также даёт и плодородие, женское и мужское, Марс и Венера. В Луне встречаются через чувства Венера, через любовь. Мужчина через логос – жизненная энергия, так и, соответственно, действия. И когда он и она занимаются любовью по высшему аспекту бытия, тогда, как мы говорили в предыдущем занятии, приходят прекрасные, гармоничные, красивые души. Если по пьянке, случайно, по залёту получается, то подобные определённые души притягиваются в семью этих людей, и они начинают друг друга прокачивать, потому что вместе выходить из невежества, из энергетического уровня ниже плинтуса намного проще. Соответственно, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек – это великий учитель. И я сфотографировала как-то ночью около четырёх утра, шла в санузел и увидела, что луна, полная, прекрасная луна была прямо вот здесь, над морем. Я взяла фотоаппарат, вы знаете, с луной я на «ты», и у меня очень хорошо получается её фотографировать. И вот если раньше я с вами делилась теми фотографиями, которые я делала из окна своей квартиры в Лигурии, или когда я в Тоскану поехала во Флоренцию или в Швейцарии, но сегодня, кстати, сегодня 23 сентября, да, и как раз ровно год назад в этот день рано утром в 7 утра я отправилась в путь, и завтра, 24 сентября, я буду отмечать свою годовщину, как я живу в Сочи. Так вот, вот этот вид этой прекрасной луны, о чём мне напомнил, когда я им делала этот пост. Вы знаете, что в среду, 18 сентября, было лунное затмение. И согласно тех циклов, которые у нас существуют, там, 9, 15, 28, ну, накопительно 29, да, лунный день считается, так сказать, сатанинскими. Почему? Потому что активизируется больше, так сказать, затемнение или, наоборот, больше активности луны. И когда у нас, например, лунное затмение, что происходит? Света солнечного настолько мало, что луна, можно сказать, её некоторое время не видно. Соответственно, мы знаем, что есть октавы, есть вибрации, и очень высокая вибрация у самого света, высокие различные вибрации у различных цветов, у звуков, у всего, у материи есть вибрации. Чем более материя плотная, тем ниже её вибрации. Чем более материя разряженная, тонковибрационная, высоковибрационная, тем чаще, там иногда столько цифр находится, что просто даже начинаешь пальчиком их считать. Что же такое? Я делала вам, когда мы говорили об октавах, высших октавах планет, небольшую инфографику на эту тему. Возможно, я её здесь и повторю. Так вот, учитывая то, что, так сказать, влажность была притянута нами с Луны, наши астральные лунные тела тоже были притянуты с матушки Луны, и практически наши водные просторы, 71% солевых, морских и океанических солёных вод, мы тоже получили саму всю влагу в наших телах, в том числе, от матушки Луны, так? Соответственно, всё, что касательно влаги, а в природе, как всё устроено? Весна наступает, солнце начинает греть намного активнее, 21 марта – это самый активный, да, солнечный день, самое высокое, нет, самое высокое 21 июня, но по-любому начинает активизироваться весна, активизироваться, пробуждаться солнце, если у кого есть снег, он начинает таять, так? Потом у нас начинают почки, так? Расцветать, из которых появляются листочки, цветы, и вот так пробуждается природа. Также отец, когда орошает луна матери, да, из вот этой божественной капли жизненной энергии начинает расти малыш. И вот в предыдущем, всё время хочу сказать воплощении, на предыдущем занятии я там позапуталась, вот здесь я повторила эту инфограмму, где мы говорим о том, что да, луна – это плодородие, и вот смотрите, в земном месяце 30-31 день, только в феврале 28, иногда 29 раз в 4 года, потому что там часы, минуты накапливаются, соответственно, прибавляется ещё один день. А в лунном месяце 28 дней, учитывая то, что луна достаточно близко к нам находится, но там, по сути, 27 дней, 7 часов, по-моему, 48 минут, но они тоже накапливаются. И вот смотрите, земных недель 40, да, когда мамочка носит плод, своё дитя, своё луна, и ребёночек растёт, повторяя все те же шаги, как мы говорили в предыдущем занятии, минеральной, да, то есть это кость, вот, растительной, всё это в воде происходит, да, около плодных водах, затем животной, и в 16-й неделе, когда начинает биться сердце, когда оно уже готово, да, вот как нам раньше венерянцы сердце делали, все-все-все-все вот эти, потом, значит, заходит уже душа, да, где-то в среднем обычно вот на этой, на 16-й неделе, и начинает привыкать к миру земному, слушать, что мамочка с папочкой говорят, а до этого обычно душа наблюдает на своих будущих родителей сверху. И вот это испытание, да, когда женщина понимает, что она в положении, по-итальянски это классно звучит, dolce attesa, сладкое ожидание. Вот, и там говорится, ну, когда видишь, что женщина беременная, auguri per l'assua dolce attesa. Поздравляем вас в связи с вашим сладким ожиданием. Но если когда сначала мама будущая думает, оставить ребенка или нет, по бизнесу, как у нее карьера, учеба, достаточно ли у нее денег, потом, если половой акт произошел с партнером случайным, то, как вы понимаете, там бывают конфликтные ситуации. Иногда женщина из позиции травмы или гордыни решает отцу ребенка даже не сообщать о этом факте и сама принимает решение отказаться от малыша или же продолжать дальше готовиться заходить в позицию dolce attesa. И тогда получается, что ровно 280 дней, ровно 10 месяцев лунных это dolce attesa происходит, это ожидание. И, соответственно, ровно 40. Но вы знаете, я век живи век учись, постоянно учусь, обучаюсь, и я увидела, что само зачатие происходит не всегда в день состоявшегося, так сказать, полового акта. Так, учитывая то, что согласно закону мироздания, луна в момент оплодотворения должна быть в том же знаке, именно эти энергии даются иерархии зодиака, как и при рождении ребенка, потому что вот эта вот цепочка, да, соединяющая, объединяющая новую жизнь. И поэтому иногда странно люди там считают то или иное, но вот бывает до месяца божественная капля отца ждет, когда цветок луна матери готов, когда эта вселенная готова принять новую жизнь. И важно также напомнить, что ангелы, наш астральный мир, вторая часть, да, невидимая. Вот мы поговорили о плодородии видимой, а мы говорим об ангелах наших, о хранителях, с одной стороны. С другой стороны, это ангелы наши, ассистенты. Почему? Потому что согласно эволюции мы переходим совместно с жизненной волной из одного состояния материи и духа в следующее. Так вот, ангелы наши были человеческой, так сказать, цивилизацией, у них не было тел, они были, как я часто говорю, чтобы вам было понятно, как облачки, так. Но у них была, скажем, групповая душа, руководитель вот этого царства, и звали его Иеговы, Бог Иегов, мы его так зовём. Вот. И, соответственно, когда их волна должна была уже вместе с нашей, мы были в состоянии животного мира, он тоже отличался от данного воплощения, там всё было, скажем, газообразным, да, облакообразным. И, соответственно, ангелы, человечество перешло в наших ангелов, наших помощников, но у них, так как у них была групповая душа, было единственное качество – это тело желаний. И мы, почему я говорю, что человек, венец мироздания, потому что нам здесь реально каждая планета дала всё, что необходимо для того, чтобы вот сегодня вот такой Ольга-человек я с вами разговаривала. Соответственно, когда мы перешли, эволюция стала дальше развиваться, мы, естественно, были тоже газообразны, в предыдущем 13 занятии достаточно подробно это развиваю, но также мы знаем и говорим уже о том, что лунное, так сказать, астральное тело в семеричном теле человека – это спорная территория. Вот он, тело, чело века, я разделяю это, да? Это ученик, идущий в веках, из воплощения в воплощение, из жизни в жизнь. Месяц со звёздами здесь как напоминание. И вот смотрите, учитывая то, что наши ведические, старославянские знания, они были стёрты, был заговор определённый против нас, и поэтому мы на сегодняшний день пользуемся ведической, индийской, скажем, как это, логии, словами, да? И поэтому мы их объясняем. Так вот, давайте ещё раз вспомним, как устроено тело человека, наше физическое, которое мы все знаем и мы видим, энергетический двойник. Это клетки наши, всё движется, всё производит энергию, кровь движется. Это, скажем, наш элементал, да, который вот и, по сути, должен распадаться после выхода души вечного странника из тела человека, так называемой смерти, так? Первые три дня человеческая душа проходит так называемое чистилище. Что делает она? Она вспоминает, это низшее ментальное тело в том числе, так как в тонкоматериальном мире нет слоёв, да, всё, оно взаимосвязано и переплетено. Она вспоминает свои самые яркие события от сегодняшнего дня смерти до, там, тех иных событий, да? Почему я вам рекомендую вечером, когда вы готовитесь ко сну, вместо того, чтобы сидеть в гаджетах, отправлять какие-то последние сообщения, с кем-то чатиться и сливать свою божественную энергию в энергоинформационное поле матрицы интернета, и потом вы с будораженными мозгами отправляетесь согласно вашей вибрации в ту часть тонкоматериального астрального мира, который вы натусили в течение дня. Соответственно, вот этот навык хорошо прям с молодости иметь, и тогда вы быстро за три дня, потому что, если этого навыка нет, люди там зависают, иногда она очень-очень долго. Следующее, девять дней, да, распадается, вот как раз должно было бы распадаться именно, так, опять я сбилась, значит, три дня вспоминания, да, девять дней распадается энергетический двойник. Энергетический двойник, и в нём, как в матрёшке, находится астральное тело и низшее ментальное тело. Вот если посмотрите фильм «Привидение», вот, по сути, вот эта троица, да, начинает ходить и не понимать, а что со мной происходит. Ну, причём «Привидение» – это достаточно старый фильм, но сейчас очень много на эту тему различных фильмов, но так как я особо сейчас с «фабрикой грёз» в кавычках голливудской не дружу, у нас есть классный сериал с Гошей Куценко, тоже про сны, про прошлой жизни, ну, не помню, как называется. Будет интересно спросить, я поищу, найду. Так вот, соответственно, тела, душа выходит, да, из тела. Тела начинают распадаться. Три дня мы смотрим киножку, далее энергетический двойник, так называемое «Привидение», далее сорок дней должен распадаться, по сути, астральное тело, да, и нам даётся ровный год, чтобы мы разобрались со всеми ситуациями и ушли туда. Если когда люди знают и понимают, что такое переход в новую жизнь, нематериальную, да, за ними просто приходит лифт, они улыбаются там за... и переходят на свой этап. Почему, в общем-то, я всё это достаточно подробно рассказываю, почему мы будем писать шестую книгу, которая называется «Мост», да, «Новую жизнь» именно для пожилых людей, для наших бабушек и дедушек, в моём случае для моей мамы, ей 86 лет в этом году исполнится, для того, чтобы они знали и понимали, что происходит. Потому что, учитывая то, что очень плотные слои нашего астрального, нижних слоёв тонкоматериального мира, сейчас идёт война, очень много агрессии, эти души вообще никуда не могут подняться. Поэтому у нас так много одержателей, и поэтому по вечерам они здесь тусят, да, и поэтому, учитывая то, что каждый человек – это венец мироздания, они не могут у нас забрать эту энергию, они могут у нас её только выманить тем или иным способом. Поэтому там с кем-то поругаться, вы, например, ругаетесь со своим любимым или любимой, да, или даже там с детьми, или даже с родителями, или просто ненавидите своего начальника, потому что вам надо к утру подготовить что-то, или там учителя, да, любая энергия со знаком «минус» вашу божественную энергию сливает и очень много сущностей, которые этим питаются. Так вот, Кама, да, можно так сказать, это животная душа в двух аспектах. Животная, которая с Луны с нами пришла. Ну, в общем-то, она и пришла. Это мы потом уплотнились и усовершенствовались. Она делится на два названия – Кама-рупа и Кама-манас. Кама-рупа – это вот как раз высшее астральное тело. Так. А. Так, зачитаю прям. Субъективная форма ментальных и физических желаний и мыслей. Соответственно, чем больше прокачано этих желаний и мыслей у человека, тем дольше это тело распадается или вообще распасться не может. Те, например, кто привык там к такому животному сексу, да, ментальное тело у них есть, менталом мы можем создать всё, что угодно. Мы учимся сейчас это делать и в эпоху водолея мы будем делать это ещё лучше. Они начинают создавать себе, там, не знаю, публичные дома, грубо говоря, устраивать там садом и гамору, но учитывая то, что физического тела у них нет, оргазма нет, ничего нет, поэтому они этим могут заниматься веками. Это и есть ад, когда ничему желаемому нет конца, да. Или вот я вам рассказывала, как бывшие алкоголики, да, они такие ходят, увидели бочку с пивом, вот, нырнули туда, а что, у них нет желудка, никакие пары они не вырабатывают, никакого кайфа от этого алкоголя они не получают. Что они делают? Ныряют в тела. Вот я ела свою любимую барабульку, запивала пивом догомыс, я чешское пиво не пью, потому что чешские ракеты бомбят мою белгородскую землю. Вот, и они вот нырнули в эту бочку, и два дня у меня было эти два держателя. С утра чувствую какая-то дисгармония, опять выпить хочется, опохмелиться. Ну, кто это обычно делает? Одержатели. Вот. И, соответственно, камаманас – это низший ум-интеллект, да, потому что высший ум-интеллект, разум, у нас уже там. Вот. Есть ещё такое тело у нас, мы его называем эфирно, его можно назвать и прана. Это то, что всех нас объединяет. Почему, когда мы, например, нам больно, да, то цветок рядом может завязь? Потому что это божественная энергия, которая объединяет нас всех-всех-всех. Видим мы или не видим. Интернет мы тоже не видим, который из рутера выходит, да, или вот по Wi-Fi уже тут по волнам летает. Вот. Соответственно, про вот эти четыре смертных тела я вам рассказала, что вокруг вот эти все ужас-ужас-ужас, привидения-привидения. И давайте поговорим о сне. Вот я такие нашла иконки очень классные. Человек, который в течение дня курил, пил, ругался, был на низких вибрациях, просто сливал свой жизненный ресурс в гаджет, в интернет, это определённая матрица. Я вам тоже такую иконку нашла, обязательно её поставлю. Сейчас забыла, но я её поставлю. Вот. Посмотрите наглядно, как вот это вот серое облако, да, как сосёт из людей божественную энергию. Куда направлено наше внимание, туда и льётся наша божественная жизненная энергия. Вот. И если, соответственно, у вас не получается пойти там вовремя спать, вы думаете, да, ладно, ещё посижу фильм посмотрю, или да, ладно, ещё там что-то. Вот. То получается, что вы практически кормите вот этих, скажем, низковибрационных сущностей, их можно назвать энергетическими вампирами, можно назвать одержателями. Их очень-очень много, всякие демоны, черти, лярвы, но их неимоверное количество. И так как подобное притягивает подобное, то и они чувствуют, что они могут расшатать вас, да. Я вот делала 21 сентября, записала видео, было два года нашему проекту «Настольные книги для больших и маленьких человек». А в перерыве я с ученицей со своей общалась вот как раз на тему сна. И ей не спится, она поздно ложится спать. И я понимаю, что пространство и атмосфера в её помещении, квартире, от соседей в том числе, они же все тусят. Я вам на всех занятиях говорю, и про лифты в том числе. Всё время падал телефон, какие-то шумы были. И даже когда я уже вернулась делать запись, я чувствовала, у меня как будто как шапочка какая-то была. Я призвала род свой небесный помочь мне в разрешении данной проблемы, и всё, и сразу я почувствовала лёгкость. Я думаю, что вот такая какая-то сущность присосалась всё-таки, потому что когда ты разговариваешь с человеком, а у него падает всё время телефон, всё время падает линия, у тебя внимания туда намного больше, да, а есть люди, которые специально очень тихо говорят, и ты вот так прям весь туда вниманием, а их сущности рядом сидят и сосут. Это не всегда осознанный выбор человека, обычно это даже не осознанный выбор человека, но это вот сущности, которые таким образом питаются. Поэтому от того, как вы провели свой день, как вы подготовились ко сну, и очень большую роль играет то, что вы видите. Поэтому я вот вам здесь несколько иконок, да, показала. И вот смотрите, здесь есть такой молодой человек, который вот лежит, у него там какие-то калькуляторы, какие-то это, да, бизнес-процессы. Я буду призывать вас к тому, я напишу отдельный файл, именно пошагово, как в оптимальном варианте развития событий, я предлагаю вам рассмотреть свой день. Естественно, каждый моделирует его под себя, да, но вот именно такие какие-то базовые ключи, и один из базовых ключей, я рекомендую сделать себе расписание, и, например, там, если вы в 10 часов, у вас получается ложиться спать, это было бы классно, да. Если у вас все сдвинуто, у меня, учитывая то, что сын очень много играл, ни один, ни второй в компьютеры, в игры, и учитывая то, что у них очень много друзей было в Америке, они делали это ночами, но иногда у них было пробуждение, и они говорили о том, что мама, помоги, как это лучше сделать, или сами принимали решение, и вот они там, например, одну ночь не спали, или там мы покупали натуральный мелатонин, или укорачивали, наоборот, спали чуть-чуть, и когда рано утром пробуждается человек, недосып, и тогда уже следующим вечером спокойнее и удобнее ложиться спать в намеченное время, но это надо написать расписание и разработать. Одним днем это не делается, как мы знаем, привычки минимум 21 день, надо разрушать, поэтому наилучшим образом перед сном нужно делать определенные детоксы от гаджетов, чтобы гаджет рядом с головой не заряжался, на будильник ставить приятную музыку, и мне когда, например, надо там сдвигать, иногда бывает то, что там пишу-пишу, допозднаю, потом встаю поздно, или там звонки с утра, и вот это то заснул, то проснулся, разбитый, вот, я потом тоже делаю себе такое расписание, прошу, например, там подругу или друга, кто рано встает, у кого там дети в школе, там, вот, Нина из Англии меня одно время будила, вот, и там, например, недельку, они меня там будят в 7.30, я встаю, начинаю что-то делать, потому что будильник, когда звонит, его можно отключить 25 раз, и это тоже расшатывает энергетику человека, и это тоже потом на психику и на слив энергии влияет, и вот тоже тут девушка, прекрасный смайлик, эту инфографику нашла, вектор, вот, ночь, да, она с гаджетом в руках, и глаза такие по 5 копеек, и вот здесь я тоже вам показываю о том, что вы поймите, сколько там приложений в этих гаджетах, сколько излучений, да, и когда вы там находитесь, почему, когда вот мы, например, если принимаем натуральный мелатонин, кому интересно, могу посоветовать, напишите мне там или в телеграме, или просто в комменте вопрос, вот, что нам же глаз зачем там, для того, чтобы мы видели, да, для того, чтобы мы получали солнечный свет, а этот гормон мелатонин, он настроен таким образом, гениальные космические строители работали над нашими телами, таким образом, что у нас должно быть темно, да, то есть глаза должны быть закрыты, а представляете, когда в темноте вы держите гаджет перед лицом, и у вас весь вот этот свет концентрированный, яркий, проникает в ваше глазное яблоко, и все, и пошло, и поехало, и весь мелатонин вам выключили, а это необходимый гормон для именно и работы нашего элементала, энергетического двойника, соответственно, все это очень важно, я напишу это в файле, этот файл опубликую в телеграм-канале, и ссылку сюда тоже во всех комментах поставлю, чтобы вы могли ознакомиться с этим, поэтому к чему я вас призываю, единение с мирозданием, жить и идти по жизни осознанно, да, вот оно, древо жизни, древо нашего рода, солнце день, луна, ночь, звезды, энергии, мироздание оптимальным образом создавало наш инструмент, наше транспортное средство нашей души, и вот я здесь тоже напоминаю, что через знания, да, здесь открытая книга, опять же месяц, но может быть вам лучше почитать что-то, а, еще, если вернуться к гаджетам, я знаю, что у вас очень у многих черная тема стоит, с одной стороны вы говорите, а у меня черная тема, да, с другой стороны, когда вы выбираете черную тему, вы подсознательно делаете волеизъявление, что вы готовы работать, может быть подключаться к темному миру, это казалось бы банально, и вы скажете, да, что она несет, но, так как мир очень тонок, слой очень тонок, то и инструменты в тонком мире, они очень тонкие и незаметные, и вы можете сказать, да ладно, вот мне, например, моя одна ученица прислала там ссылку, не ссылку, а скрин экрана, мы там с ней обсуждали ее работу, и я увидела, что у нее черный экран, и я ей посоветовала, и она сказала, да, я поняла, но она уже была в том состоянии, уже где-то два месяца мы с ней работали, и она поменяла на розовый цвет, и на компьютере заставку тоже, далее я хочу сказать, что ангелы наши помощники, еще раз я вам напоминаю, и мы обязательно, так как у них есть только тело желаний, мы обязательно должны говорить свое волеизъявление, просить помощи, говорить ангел, помоги, пожалуйста, в данной ситуации, чтобы она сложилась наилучшим образом, не делайте, пожалуйста, для ангелов манипулятивные какие-то, только для вас выгодные просьбы, потому что тогда вы своего ангела делаете демоном, потому что он нарушает законы мироздания, чем иерархия света отличается от иерархии тьмы, вся иерархия света трудится в мироздании и в солнечной системе, опираясь только лишь на законы мироздания, а темная иерархия выбрали падение, конденсацию, и они нас прокачивают на то, чтобы мы отказались от темных, эгоистичных, эго-я, эго-плясок и переходили на высший аспект бытия, ведь только через боль, через страдания обычно, когда уже не в моготу, мы начинаем просить помощи у людей, которые знают больше и могут нам помочь. Так вот, пожалуйста, будьте в диалоге со своим ангелом. В телеграм-канале уже опубликовано давно я сделала файл, где и как ставить, ну, скажем, моя просьба, аффирмация, мой диалог с ангелом, свое физическое тело на сигнализацию, чтобы пока ваше астральное тело отсутствует, его не заняли еще какие-нибудь жители ночных миров. И я очень активно в сложной ситуации прошу помощи у архангела Михаила, также моя личная аффирмация, диалог с ним написан, но я также там пишу, что вы можете, естественно, придумать свой. И также мы говорили о том в предыдущих занятиях, что бывшая человеческая цивилизация, когда пришла с нами на планету Земля в виде ангелов, когда появился Люцифер, свет дающий с Марса, он пришел и должен был дать нам все необходимые качества. Но, задавая вопросы и познавая нас, он понял, что мы недостаточно стронг. И поэтому он стал нас, в религиях это называется, испытание, но, с другой стороны, он начал прокачивать нашу волю, потому что именно наши воли и изъявления, и именно наш выбор, закон свободы выбора и воли показывает, что человек, к чему он действительно готов. И иерархия света работает с человеком только по готовности. Соответственно, учитесь быть в диалоге со своим ангелом, принимать ситуацию наилучшим образом не всегда для вас, а для всего мироздания. И поэтому я здесь напоминаю вам свою любимую иконку. Это сиренево-фиолетовый человек, который отсюда из сердечной чакры освещает, скажем, свою ауру, которая яйцеобразная, потому что мы раньше были газообразными яичками серого цвета, так сказать, как привидение. И только благодаря иерархии солнечной системы, иерархии зодиака мы стали переливаться различными цветами радуги. И у каждого цвета, как мы говорили в начале занятий, существует своя высота вибраций. Наверное, я вам вот здесь ее и укажу. Потому что радуга – это воистину божественное создание, потому что когда ноль выводил четвертую расу последних атлантов с Атлантиды, была очень большая влажность, было все очень серое, и света не было видно. И когда уже стал рассеиваться вот эта тьма, то, что атланты себе намутили, вот, они тоже считали, ну, а что такое черный экран на гаджете, да? И так потихоньку, потихоньку их божественный свет затухал. Поэтому мы должны знать и понимать, что тьма – это компромисс, тьма – это эго-я. И все наши занятия направлены на то, чтобы вас пробудить канал непрерываемой связи с вашим высшим я, бессмертной трябой бытия. Вот. Далее, после яйца я вам показываю энергоинформационное поле человека, оно выглядит как яблоко, и вы видите, там все энергии между собой переплетены, и все движутся. Если у вас пробитая аура, то у вас там мало что движется. И оно у вас там не фиолетовое и не радужное, а оно у вас может быть такое. Ну, представьте себе засохшее яблоко, такое скукожившееся, которое гниет, в котором мухи лазают и размножаются. Вот в материальном мире это выглядит вот так. И тоже моя любимая инфографика, когда все включено, когда человек включил все свои божественные энергии, которые нам даны по праву рождения, когда у человека открыт божественный канал с его высшим я, когда он светит, когда он в контакте с иерархией света, с иерархией мудрости, с иерархией зодиака, со всеми иерархиями, которые тоже от наших материальных вибраций поднимаются, поднимаются и поднимаются. О иерархии света мы сделаем обязательно отдельную передачу, мы будем смотреть, кто такие ангелы, архангелы, престолы, серафимы, элохимы, по сути, элохимы это те, кто нас создавали, это великие духи космоса, которые летали над планетой Земля, среди нас облаков людей, и я вас призывала, призываю и буду призывать ребята, пришло время, чтобы мы устремились и сделали так, чтобы пришло время, и мы были уже элохимы, и мы создавали нашу звёздную систему, и как мы её назовём, тоже будем решать мы сами. Я благодарю вас за внимание, и надеюсь, что в ближайшие дни подготовлю вам этот педер и размещу его в телеграм-канале at мудро 21. До новых встреч в эфире. Благодарю. Редактор субтитров